Короче, а я стырил его аккаунт. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров. И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «Участвую». И всё, ты уже участник. Итоги будут проведены на моём стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. И сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн. И вам очень понравилась история, где я, соответственно, пересказывал опыт чувака, который мне рассказывал, как он угонял аккаунты. И мне потом поступило одно очень интересное ещё сообщение от моего друга-знакомого, с которым мы до сих пор хорошо общаемся, но с которым у нас была просто такая угарная ситуация. О боже мой. Вы сейчас её узнаете. Это прям сразу, ребят, скажу, что вы, как говорится, ничего не подумали. Ничего про меня плохого. Вот. Всё закончилось максимально хорошим хиппи-эндом. С этим человеком мы до сих пор общаемся. Вот. Мне там потом за это дело наказание также прилетело. Поэтому не переживайте все. Как говорится, у нас плохие люди получились по заслугам. Но это прям что-то чем-то. Я обязан вам рассказать. Тем более мы вчера с ним переписывались. И, как говорится, поговорили про эту тему. Я такой подумал, посидел, блин, а почему мы нет? Вроде бы эту историю я никогда вообще не рассказывал нигде, ни в роликах, ни на своих стримах. Поэтому, welcome to the party. И, ребят, не забывайте про конкурс на 60 контейнеров. 60 ультра-контейнеров, которым можно, если что, забрать деньгами, если вы вдруг в танки не играете, либо боссы вам более приятны, нежели контейнеры. Для участия нужно поставить лайк данному ролику, подписаться на мой канал, в комментариях написать свой игровой никнейм, если словом участвую. А также в настройках аккаунта поставить текст создателя контента Вайдера. И все, главное, чтобы он у вас стоял, ребята, больше пяти дней. И все, вы, как говорится, уже участник. Вот такие его дела, вот такие пироги. Короче, давайте, наверное, пойдем просто в матчмейкинг и... Ах, кринжатина сейчас пойдет. Вот это пойдет, что, пацаны, кринжатина. Короче, рассказываю, вы уже знаете, что... Ну, может быть, и не знаете, может, кто-то этот ролик смотрит первый раз. Но в танке онлайн меня позвал один из моих, соответственно, друзей. Пригласил меня в танечке онлайн. И, как говорится, мы с ним... Ну, так, знаете, это... Друг по школе. Толком мы с ним не общались. Потом уже впоследствии начали прям плотненько так общаться. И общаемся по сей день. Вот, но не в этом суть. Суть заключается в том, что, приглася меня в танке онлайн, он мне скинул не просто ссылку на сайт танков онлайн, а скинул такой, гад, такой реферальную свою ссылочку на это все дело. И такой, давай, 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 подзаработаем на тебе немножко кристалликов. Ну, окей. Это еще полбеды. Это, ладно, как говорится, в этом ничего такого криминального нету. Но меня это, почему-то, сбесило. Вот. И я, как говорится, взял и... Решил просто-напросто, ничего ему не говоря, даже, ты шо мне гадость такая, скинул ссылку. Я просто-напросто ввел танки онлайн и зарегался в них просто так, не по чьей реферальной ссылочке. Вот он меня потом еще так спрашивал, а ты по моей ссылке зарегался? Я такой, ну да. Он говорит, странно. Ну, ладно. Вот, ну окей. Потом, короче, впоследствии. Мы, опять же, с этим другом как раз-таки начали еще играть так же в танечки онлайн. И был у нас еще один друг, с которым мы, соответственно, просто обменивались... Ну, не обменивались аккаунтами, а на котором мы какое-то время играли оба на аккаунте. Вот. А был еще один, как раз-таки, который вот меня позвал. Вот, в танечки онлайн. И получается такая тема, что у этого чувака, который позвал меня, изначально был прям, ну, такой аккаунтик хорошенький, я бы даже сказал, прям отличненький аккаунтик, уже прокачанный, звание у него было нормальное. Вот. И что-то как-то где-то... Короче. А я встырил его аккаунт. Как это было? Ну, у нас особо, как говорится, там секретов друг от друга не было. Пароль, может сказать, я его знал. Вот, потому что мы, получается, когда приходили друг к другу, каждый там тоже любили поиграть в танечки онлайн. Ну, и там, соответственно, передач никакой нету, потому что, ну, это все с одного компа играется, и доказать это нереально. Вот. И получается, окей. Играли мы с одного компа, естественно, пароль я его знал, пароль я и свой знал. Вот. И... Фишка заключается в том, что... я такой, знаю его пароль, я вот не знаю с почтой, была на тот момент почта уже в танках или нет. Вроде ее как не было. Может, было просто как-то сменить пароль. Ну, короче, если даже она была, то почта у него привязана не было, соответственно, к аккаунту. Там вроде каким-то другим способом можно было как раз-таки, опять же, с помощью почты сменить пароль. Ну, короче, я перелопатил эту всю тему. Вот, потому что у меня был аккаунтик слабенький, маленький, и мне хотелось, как говорится, ну, чтобы у меня нормальный тоже был аккаунт, порядочный, как говорится. Вот. И после этого, после того, что я, как говорится, увидел, что, блин, вот я хочу себе, соответственно, вот аккаунтик, и я такой пришел к себе уже домой, непосредственно ввел его пароль, логин, и, как говорится, стырил себе этот аккаунт. Вот. Потом, впоследствии, я, наверное, на этом аккаунте играл примерно неделю. Он так, что, блин, у меня что-то аккаунт, там пароль не подходит, стырили, наверное, где-то что-то я там пропалился. Вот. И, короче, нет у меня теперь аккаунта. Ну, вот. Буквально меня хватило где-то на неделю. Ну, так как мы общались с ним в школе, непосредственно только, вот, потому что домой приходить друг к другу был такой. В школьные периоды особо, я не знаю, по домам к друзьям не ходишь. Это обычно только летом. Ну, не знаю, как сейчас, но у нас, по крайней мере, так было. Вот. Поэтому мы с ним виделись только в школе или по переписке. И все. Хватило меня буквально неделю, потом меня совесть загрызла. Прям, прям вот серьезно. Меня, короче, загрызла совесть, и я ему решил признаться, типа, мол, блин, братан, сорян. Но вот это, это да, это, короче, я стырил твой аккаунт. Вот там. И причем, я это как-то все помню, обрисовал, что, ну, потом в итоге я признался, что это я сам обрисовал. На самом деле, я просто его украсть хотел. Вот. Потому что у тебя аккаунт был лучше, а у меня такой аккаунт хреновенький был. Вот. Мы потом уже посмеялись. Все окей, все нормально. Аккаунт я ему вернул. Впоследствии после этого. И. Я не знаю, это можно называть кармой, либо нельзя называть кармой. Но, короче, был у меня аккаунт до этого, на котором я играл. И. В один прекрасный момент я как-то ушел из танков примерно, причем, на три месяца. То есть, это небольшой срок. То есть, я сперва ехал отдыхать, потом что-то пришел, в танки особо не играл. Пацаны, опять же, рубились еще в танчики. И что-то где-то пятое, третье, десятое. Я такой уже хотел зайти на тот свой аккаунт. И. Все. Как вы понимаете, я на этот аккаунт больше не зашел. Я не знаю, почему и как, но я никак не мог вспомнить свой, соответственно, пароль от этого аккаунта. А почта у меня там дебильная была создана, которой я, соответственно, и доступ-то не имел. Просто, я просто-напросто забыл пароль от аккаунта. И все. Он у меня пропал. Я. Я фиг его занят. Возможно, это карма. Я, как говорится, ни в всякую фигню не верю, но в карму почему-то я вот для себя доверяю. И я почему-то, опять же, потом вспомнил вот этот, соответственно, момент, когда я стырил аккаунт. Блин, я же потом вернул его в итоге. Вот. Ну, зашел мне такая карта. А тот аккаунт, кстати, я до сих пор не могу вспомнить. Я даже, наверное, сейчас и никнейма уже не вспомню, потому что у меня ник на том аккаунте был что-то капут, причем капут как-то написано типа по-русски, типа по-английски, короче, капут 1, еще там какие-то циферки у меня были так дебильные. Короче, что-то капут и какие-то циферки. Вот. И при том, что у меня там на тот момент уже был ворнт офицер 5. Это, блин, аккаунт достаточно неплохо. или 4 ворнт. Короче, или 5, или 4 ворнт и аккаунт реально был неплохо прокачан по тем меркам, по крайней мере, как мне казалось. И, блин, так обидно было, так жалко. Вот. И после того, как я, соответственно, рассказал эту тему, что, блин, пацаны, вот у меня такая фигня, мне придется аккаунт походу новый создавать. У меня его либо кто-то стырил, либо я просто-напросто пароль забыл и все, не могу ханего. Ну, естественно, в этот момент друга не оторвался по полной программе и решил, как говорится, вспомнить, как я у него аккаунтик этот подспер, вот, подстырил и прям, прям поиздевался надо мной, прям я такой. И до сих пор, соответственно, вспоминаем эту тему. Но, опять же, на днях, когда я записывал вон тот ролик, вспоминали эту тему, он мне написал, типа, в паблике твоем увидел, соответственно, такую штуку про угон аккаунтов. Говорит, а ты не хочешь записать, как ты у меня аккаунт угнал? Я такой, блин, как ты вообще эту тему вспомнил, эту кринжачину? Я просто, я реально уже забыл про эту штуку и никогда вообще не вспоминал. Но тут он что-то сделал, говничок, и вспомнил такой, я такой, я, я, честно, ребят, честно вам признаться, я сперва не хотел записывать этот ролик, но потом подумал, блин, а с кем, как не с моими братюнями поделиться этой историей? Блин, что-то мне не хочется играть на этой карте. Какая-то шоссе, вот я не знаю, почему-то не люблю я их. Вот, с кем, как не со своими братюнями поделиться этой прекрасной историей, чтобы они тоже поугарались с меня, я не знаю, посмеялись, как-то подняли себе немножко настроение, и я надеюсь, ребят, что это у меня действительно получилось именно так, как я и хотел, чтобы вы немножко посмеялись, поугарали над этой всей ситуацией, над Вадимом Лошарой, вором, просто вор, ворюга взял и стырил. Но, я совестный человек, потому что я еще маленький был в тот момент и я маленький, я даже в тот момент был очень совестлив. Потому что меня хватило буквально на неделю, потом все, я уже не смог, я признался во всем, как говорится, попозорился и вернул аккаунт, потому что, ну, ну такое себе, такое себе, как говорится. Но ладно, но история, как говорится, смешная, интересная и прикольная. Поэтому, надеюсь, она вам понравилась. Если так, обязательно ставьте ей свои царские лайки. Также, не забывайте подписываться на мой аккаунт и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.